друзья привет меня зовут юля вы на моем кулинарном канале сладкий персик и я сначала хочу поздравить всех с наступившим новым годом и пожелать вам всего самого лучшего чтобы все ваши мечты исполнились и сегодня мы с вами будем готовить очень вкусное печенье которое можно просто приготовить выходной день на ужин или даже поставить на праздничный стол на рождество перед тем как посмотреть рецепт обязательно поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал а мы начинаем нам понадобится примерно 250 грамм муки примерно 3 столовых ложки сахарной пудры 1 столовая ложка какао одно яйцо разрыхлитель примерно пол чайной ложки немножко сахарной пудры для посыпки готового печенья 100 грамм сливочного масла и примерно 50 миллилитров растительного масла мы с вами сначала смешиваем сливочное масло растительное масло сахарную пудру и яйцо все это можно перемешивать либо миксером либо обычным ручным венчиком я сегодня буду пользоваться венчиком потому что мне не хочется испачкаться когда я включаю миксер у меня здесь просто все летит во все во все стороны сливочное масло у нас должно быть комнатной температуры поэтому мы его достаем из холодильника примерно за 30-40 минут до приготовления и чтобы оно быстрее нагрелось мы его режем вот на такие вот кусочки и кладем на плоское блюдо я использую здесь сахарную пудру но если вдруг у вас ее нет можно взять обычный белый сахар просто тогда нужно будет дольше перемешивать чтобы крупинки сахара растворились и тогда лучше конечно воспользоваться миксером сахарная пудра все-таки нежнее и для этого рецепта она подходит идеально у меня здесь случилась авария и скорлупка упала в миску поэтому именно поэтому я всегда мою яйца перед тем как что-то из них готовить то есть я их приношу складываю в холодильник и перед приготовлением я их обязательно промываю чтобы они были чистые чтобы не дай бог случился в аварии ничего гражданного на блюдо не попало теперь мы все размешали добавляем в тесто какао здесь смотрите если вы видите что у вас сахарной пудре или в какао есть небольшие комочки нужно обязательно просить их через сито у меня сахарная пудра была идеальная вот какао уже постоял там появились такие комочки поэтому я воспользуюсь вот такой вот кружкой и теперь мы добавляем в тесто муку вместе с разрыхлителем смотрите я сказала что нам потребуется 250 грамм муки но на самом деле мука бывает разная яйца тоже бывают разные но может быть мелкая может быть крупная поэтому смотрим по консистенции сначала мы с вами размешиваем мы добавляем муку во первых там по столовой ложке сейчас три столовых ложки положила размешиваем сначала венчиком и по и потом когда тесто станет уже по густое и твердое мы мешаем руками вот у нас тесто уже очень плохо размешивается венчиком поэтому сейчас я помою руки и буду вымешивать его руками можно столовая ложка но это не так удобно смотрите у нас с вами получилось такое вот тесто оно очень пластичное с ним вообще невероятно удобно работать мне кажется еще никогда такого удачного песочного теста не делала теперь смотрите мы его разминаем слегка руками скатываем шар накрываем пленкой и убираем в холодильник на 20 минут и потом будем печь печенье прошло 20 минут мы достали наше тесто теперь с ним стало еще легче работать и дальше мы берем противень для запекания обязательно застилаем его бумагой для выпечки у меня на силиконовой пропиткой и теперь мы с вами отщипываем от теста кусочек скатываем шарик и кладем на противень тесто отщипываем слегка разминаем его в руках чтобы оно стало эластичным буквально секунд 10 и потом скатываем шарик но шарик это не финальная форма дальше мы будем делать из этого овала но это попозже мы с вами сделали кружочки точнее шарики и теперь мы за этих шариков скатываем овала и формируем силуэт шишечки что такое у нас должно получить примерно у нас с вами получились вот такие шишки и теперь кстати говоря между печеньем нужно оставить расстояние потому что они увеличатся в духовке если вы положите их слишком близко они у вас просто слипнут теперь мы берем ножик и делаем узоры смотрите какие прикольные шишечки теперь мы ставим противень в духовку разогретую до 180 градусов и готовим примерно 15 минут наши шишки готовы ой смотрите какие неприкольные получились смотрите мы их достаем из духовки даем им немножко остыть ну примерно минут 10 потому что они будут мягкие после этого мы перекладываем их на блюдо и посыпаем сахаром смотрите какие красивые у нас получились шишечки они должны быть очень вкусные давайте сразу попробуем качественно достаточно мягкое песочное печенье с легкой ноткой шоколада мне кажется это очень хорошее вкусное печенье для всех новогодних каникул и кстати вы можете испечь такие шишечки кому-то в подарок на рождество всех еще раз поздравляю с наступившим новым годом и желаю вам уютных и вкусных новогодних каникул подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому рецепту а еще я буду ждать ваши отзывы недостаточно и и и и и и Продолжение следует...